Глава региона побывал на одной из ферм в муниципалитете. Ее новый владелец восстановил старые корпуса. Сейчас в них находится больше двух тысяч буренок. Чтобы увеличить надои, коров планируют перевести на беспривязное содержание. То есть животные сами смогут определять свой распорядок дня. Для этого строят еще один новый современный корпус. Пока к переезду готовятся лишь 500 коров. Переселить все стадо довольно затратно. По мнению губернатора края, агрария сегодня нужно мотивировать на развитие молочного животноводства. Продумать, каким образом расширить господдержку в части развития молочного животноводства. И компенсация должна быть затратки и стадистику фирм. Давайте и это направление расширим. Но я еще с подчеркиваю, оно будет востребовано. И сегодня жизнь показывает, что молоко, кубанское молоко, на самом деле высоко ценится. В том числе и нашими кубанскими молокоперереработчиками. Поэтому если конкуренция идет за качественное молоко, давайте сделаем предложений больше на рынке. Все равно, все равно, рыночным способом. Мотивировать уже сегодня и бизнес агропромышленный, и селян, чтобы не занимались молочным животноводством. По вашему поручению, до сентября месяца Министерством сельского хозяйства Краснодарского края разрабатывается программа стратегии развития молочного отрасли на Кубани. Вот в этом программе все представим и внесем предложение по дополнительному стимулированию. Коллеги, на самом деле так оно и есть. Если хозяин любит землю, и земля любит хозяина, возвращает ему сполна. Это принцип, который был всегда на Кубани, и он остается. Также во время рабочего объезда глава региона посетил производство кормов для животных и оценил новый спорткомплекс в Тбилисской. Этот долгострой муниципалитета, по словам Вениамина Кондратьева, стал одним из лучших спортивных центров в сельской местности.